На бойне. Лев Николаевич Толстой. Отрывок из «Первая ступень». В нашу жизнь въелось столько диких, безнравственных вещей, особенно в ту низшую область первых шага к доброй жизни, отношения к пище, на которую мало кто обращал внимание, что нам трудно даже понять дерзость и безумие утверждения в наше время христианства или добродетели с бифштексом. Ведь мы не ужасаемся перед этим утверждением только потому, что над ним случилось то необычное дело, что мы смотрим и не видим, слушаем и не слышим. Нет зловония, к которому человек бы не принюхался, нет звуков, к которым бы не прислушался, безобразия, к которому бы не пригляделся, так что уже не замечает того, что поразительно для непривыкшего человека. Точно то же и в области нравственной. Христианство и нравственность с бифштексом. На днях я был на бойне в нашем городе Туле. Бойня у нас построена по-новому, усовершенствованному способу, как она устроена в больших городах. Так, чтобы убиваемое животное мучилось как можно меньше. Это было в пятницу, за два дня до троицы. Скотины было много. Еще прежде, давно, читая прекрасную книгу «Этика диеты», мне захотелось побывать на бойне с тем, чтобы самому глазами увидеть сущность того дела, о котором идет речь, когда говорят о вегетарианстве. Но мне было совестно, как всегда бывает совестно, идти смотреть на страдания, которые, наверное, будут, но которые ты предотвратить не можешь, и я все откладывал. Но недавно я встретился на дороге с мясником, который ходил домой и теперь возвращался в Тулу. Он еще не искусный мясник, а его обязанность колоть кинжалом. Я спросил его, не жалко ли ему убивать скотину. И, как всегда отвечают, так ответил и он. Чего же жалеть, ведь надо же. Но когда я сказал ему, что питание мясом не необходимо, то он согласился, и тогда согласился, что и жалко. Что же делать, кормиться-то надо, сказал он. Прежде боялся убивать. Отец, так тот в жизни курицы не зарезал. Большинство русских людей не могут убивать, жалеют, выражая это чувство словом бояться. Он тоже боялся, но перестал. Он объяснил мне, что самая большая работа бывает по пятницам и продолжается до вечера. Недавно я также разговаривал со солдатом, мясником, и опять точно так же он был удивлен моим утверждением о том, что жалко убивать, и, как всегда, сказал, что это положено, но потом согласился, сказав. Особенно, когда смирная ручная скотина, идет сердечная, верит тебе, живо жалко. Мы шли раз из Москвы, и по дороге нас подвезли ломовые извозчики, ехавшие из Серпухова в рощу к купцу за дровами. Был чистый четверг. Я ехал на передней телеге с извозчиком, сильным, красным, грубым, очевидно, сильно пьющим мужиком. Въезжая в одну деревню, мы увидали, что из крайнего двора тащили забивать откормленную, голую, розовую свинью. Она визжала отчаянным голосом, похожим на человеческий крик. Как раз в то время, как мы проезжали мимо, свинью стали резать. Один из людей полоснул ее по горлу ножом. Она завизжала еще громче и пронзительней. Вырвалась и побежала прочь, обливаясь кровью. Я близорук и не видел всего подробно. Я видел только розовое, как человеческое, тело свиньи и слышал отчаянный визг. Но извозчик видел все подробности, не отрывая глаз, смотрел, смотрел туда. Свинью поймали, повалили и стали дорезывать. Когда визг ее затих, извозчик тяжело вздохнул. Неужели ж за это отвечать не будут? Проговорил он. Так сильно в людях отвращение ко всякому убийству. Но примером, поощрением жадности людей, утверждением о том, что это разрешено Богом и, главное, привычкой, людей доводят до полной утраты этого естественного чувства. В пятницу я пошел в Тулу и, встретив знакомого мне кроткого доброго человека, пригласил его с собой. Да, я слышал, что тут хорошее устройство и хотел посмотреть, но если там бьют, я не войду. Отчего же? Я именно это-то и хочу увидеть, говорит Толстой. Если есть мясо, то ведь надо и забивать. Нет-нет, я не могу, отвечал знакомый. Замечу при этом, что этот человек охотник и сам убивает птиц и зверей. Мы пришли. У подъезда уже стал чувствителен тяжелый, отвратительный гнилой запах столярного клея или краски на клею. Чем дальше подходили мы, тем сильнее был этот запах. Строение – красное, кирпичное, очень большое, со сводами и высокими трубами. Мы вошли в ворота. Направо был большой, в одну четвертую десятины огороженный двор – это площадка, на которой два дня в неделю пригоняют продажную скотину, и на краю этого пространства домик дворника. Налево были, как они называют, каморы, то есть комнаты с круглыми воротами, с асфальтовым вогнутым полом и с приспособлениями для подвешивания и перемещения туш. У стены домика направо, на лавочке, сидело человек шесть мясников в фартуках, залитых кровью, засученными, забрызганными рукавами на мускулистых руках. Они с полчаса как закончили работу, так что в этот день мы могли видеть только пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол был весь коричневый, глинцевитый, и в углублениях пола стояла сгущающаяся черная кровь. Один из мясников рассказал нам, как забивают, и показал то место, где это производится. Я не совсем понял его и оставил ложное, не очень страшное представление о том, как бьют, и думал, как это часто бывает, что действительность произведет на меня меньшее впечатление, чем воображаемое. Но я в этом ошибся. В следующий раз я пришел на бойню вовремя. Это было в пятницу, перед Троицыным днем. Был жаркий июньский день. Запах клея, крови был еще сильнее и заметнее утром, чем в первое мое посещение. Работа была в самом разгаре. Вся пыльная площадка была полна скота, и скот был загнан вовне загона около камор. У подъезда на улице стояли телеги с привязанными грядами и оглоблями быками, телками, коровами. Полки, запряженные хорошими лошадьми, с навальными живыми, болтающимися свешившимися головами, телятами, подъезжали и разгружались, и такие же полки с торчащими и качающимися ногами тушь быков, с их головами, ярко-красными легкими и бурыми печенками отъезжают от бойни. У забора стояли верховые лошади гуртовщиков. Сами гуртовщики, торговцы в своих длинных сюртюках, с плетями и кнутами в руках ходили по двору, или помечая мазками дегтя скотину одного хозяина, или торгуясь, или руководяя переводом валов с быков с площади в те загоны, из которых скотина поступала в самые каморы. Люди эти, очевидно, были все поглощены денежными оборотами, расчетами, и мысль о том, что хорошо или нехорошо убивать этих животных, была от них так же далека, как мысль о том, каков химический состав той крови, которой был залит пол каморы. Мясников никого не видно было на дворе, все были в каморах, работая. В этот день было убито около ста штук быков. Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею. И, войдя в середину, я непременно измазался бы кровью. Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили к двери, третья, убитый вол, лежал белыми ногами кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал растянутую шкуру. Из противоположной двери той, у которой я стоял, в это же время вводили большого красного сытого вола. Двое тянули его. И не успели они ввести его, как я увидал, что один мясник занес кинжал над его шею и ударил. Вол, как будто ему сразу подбили все четыре ноги, грохнулся на брюхо. Тотчас же перевалился на один бок и забился ногами и всем задом. Тотчас же один мясник навалился наперед быка с противоположной стороны его бьющихся ног, ухватил его за рога, прыгнул ему на голову, пригнул ему голову к земле, и другой мясник ножом разрезал ему горло. Из-под головы хлынула черно-красная кровь, под поток которой измазанный мальчик подставил жестяной таз. Все время, пока это делали, вол не переставая, дергался головой, как бы стараясь подняться, и бился всеми четырьмя ногами в воздухе. Таз быстро наполнился, но вол был жив, и тяжело нося животом, бился задними и передними ногами, так что мясники сторонились его. Когда один таз наполнился кровью, мальчик понес его на голове в альбуминный завод, другой подставил другой таз, и тот стал наполняться. Но вол все так же носил с животом и дергался задними ногами. Когда кровь перестала течь, мясник поднял голову у вола и стал снимать с нее шкуру. Вол продолжал биться. Голова оголилась и стала красная с белыми прожилками и принимала то положение, которое ей давали мясники. С обеих сторон ее висела шкура. Вол не переставал биться, потом другой мясник ухватил быка за ногу, надломил ее и отрезал. В животе и остальных ногах еще пробегали содрогания. Отрезали и остальные ноги и бросили их туда, куда кидали ноги волов одного хозяина. Потом потащили тушу к лебедке, и там распяли ее, и там движения уже не было. Так я смотрел из двери на второго, третьего, четвертого вола. Со всеми было то же. Также снятая голова с закушенным языком и бьющимся задом. Разница была только в том, что не всегда сразу попадал боец в то место, от которого вол падал. Бывало и так, что мясник промахивался, и вол скидывался, ревел и, обливаясь кровью, рвался из рук. Но тогда его притягивали под брус, ударяли другой раз, и он падал. Я зашел потом со стороны той двери, в которую вводили. Тут я увидел то же, только ближе и потому яснее. Я увидал тут главное то, чего я не видал из первой двери, чем заставляли входить волов в эту дверь. Всякий раз, как брали вола из загона и тянули его спереди на веревке, привязанной за рога, вол, чуя кровь, упирался, иногда ревел и пятился. Силой втащить двум людьми его было нельзя, и потому всякий раз один из мясников заходил сзади, брал вола за хвост и винтил хвост, ломая репицу, так что хрящи трещали, и вол подвигался. Кончили волов одного хозяина, повели скотину другого. Первая скотина из этой партии другого хозяина был не вол, а бык. Породистый, красивый, черный, с белыми отметинами и ногами. Молодое, мускулистое, энергичное животное. Его потянули. Он опустил голову книзу и уперся решительно. Но шедший сзади мясник, как машинист берется за ручку свистка, взялся за хвост. Перекрутил его, хрящи хрустнули. И бык рванулся вперед, сбивая тащивших за веревку людей и опять уперся, косясь черным, налившимся в белке кровью глазом. Но опять хвост затрещал, и бык рванулся, и уже был там, где и нужно было. Боец подошел, прицелился и ударил. Удар не попал в место. Бык подпрыгнул, замотал головой, заревел и весь в крови вырвался и бросился назад. Весь народ в дверях шарахнулся, но привычные мясники с молодцоватостью, выработанной опасностью, живо ухватили веревку. Опять хвост и опять бык очутился в коморе, где его потянули головой под брус, из-под которого он уже не вырвался. Боец живо примерился в то же место, где расходится звездой полосы, и, несмотря на кровь, нашел его. Ударил, и прекрасная, полная жизни скотина рухнула и забилась головой, ногами, пока ему выпускали кровь и свежевали голову. «Вишь, проклятый черт, и упал-то куда не надо!» – ворчал мясник, разрезая ему кожу головы. Через пять минут торчала уже красная, вместо черной – голова без кожи, стеклянно остановившимися глазами, такими красивыми цветом блестящими за пять минут тому назад. Потом я пошел в то отделение, где режут мелкий скот. Очень большая комора, длинная, с асфальтовым полом и со столами со спинками, на которых режут овец и телят. Здесь уже кончилась работа. В длинной коморе, пропитанной запахом крови, было только два мясника. Один надувал в ногу уже убитого барана и похлопывал его ладонью по раздутому животу. Другой, молодой малый, в забрызганном кровью фартуке, курил загнутую папироску. Больше никого не было в мрачной, длинной, пропитанной тяжелым запахом коморьем. Вслед за мной пришел по виду отставной солдат и принес связанного по ногам черного с отметиной на шее молодого баранчика и положил на один из столов, точно на постель. Солдат, очевидно, знакомый, поздоровался, завел речь о том, когда отпускает хозяин. Малый с папироской подошел с ножом, поправил барана на краю стола и отвечал, что по праздникам. Живой баран лежал так же тихо, что и мертвый надутый, только быстро помахивал коротеньким хвостиком и чаще, чем обыкновенно, дергал боками. Солдат слегка, без усилия, придержал его поднимающуюся голову. Малый, продолжая разговор, взял левой рукой за голову барана и резнул его по горлу. Баран затрепыхался, и хвостик остановился и перестал махаться. Малый этот мясник, дожидаясь, пока вытекает кровь, стал раскуривать потухавшую папироску. Полилась кровь, и баран стал дергаться. Разговор продолжался без малейшего перерыва. А как же те куры, цыплята, которые каждый день в тысячах кухонь, со срезанными головами обливаясь кровью, комично страшно прыгают, скидывая крыльями? И смотришь, нежная утонченная барыня будет пожирать труп этих животных с полной уверенностью в своей правоте, утверждать два взаимно исключающие друг друга положения. Первое. Что она, в чем уверяет ее доктор, так деликатна, что не может переносить одной растительной пищи, и для ее слабого организма ей необходима пища и мясная. И второе. Что она так чувствительна, что не может не только сама причинять страдания животным, но и переносить даже вида их. А между тем, слаба-то она, эта бедная барыня, только потому, что ее приучили питаться несвойственной человеку пищей, не причинять же страдания животным она не может потому, что пожирает их. Нельзя притворяться, что мы не знаем этого. Мы не страусы и не можем верить тому, что если мы не будем смотреть, то не будет того, чего мы не хотим видеть. Тем более этого нельзя, когда мы хотим видеть того самого, что мы хотим есть. И главное, если бы это было необходимо. Но положим, не необходимо, но на что-нибудь нужно. Ни на что. Только на то, чтобы воспитывать зверские чувства, разводить похоть, блуд и пьянство. Те, которые сомневаются в этом, пусть прочтут те многочисленные составленные учеными и врачами книги об этом предмете, в которых доказывается, что мясо не нужно для питания человека. И пусть не слушают тех старозаветных врачей, которые отстаивают необходимость питания мясом только потому, что это признавали очень долго их предшественники, и они сами отстаивают с упорством, с недоброжелательностью, как отстаивают всегда старое отживающее. То, что это ни на что не нужно, подтверждается постоянно и тем, что молодые, добрые, неиспорченные люди, особенно женщины и девушки, чувствуют, не зная, как одно вытекает из другого, что добродетель несовместима с бифштексом, и как только пожелают быть добрыми, бросают мясную пищу. Что же я хочу сказать, что людям для того, чтобы быть нравственными, надо перестать есть мясо? Совсем нет. Я хотел сказать только то, что для доброй жизни необходим известный порядок добрых поступков, что если стремление к доброй жизни серьезно в человеке, то оно неизбежно примет известный порядок, и что в этом порядке первой добродетелю, над которой будет работать человек, будет воздержание, самообладание. Стремясь же к воздержанию, человек неизбежно станет следовать тому известному порядку, и в этом порядке первым предметом будет воздержание в пище, будет пост. Упастясь же, если он серьезно и искренне ищет доброй жизни, первое, от чего будет воздерживаться человек, будет всегда употребление животной пищи. Потому что не говоря о возбуждении страстей, производимой этой пищей, употребление ее прямо безнравственно, так как требует противного нравственному чувству поступка, убийства, и вызывается которое только жадностью, желанием, лакомством. Почему именно воздержание от животной пищи будет первым делом по стае нравственной жизни, превосходно сказано и не одним человеком, а всем человечеством, в лице наилучших представителей его в продолжении всей сознательной жизни человечества. Но почему, если незаконность, то есть бездрастность животной пищи так давно известна человечеству, люди до сих пор не пришли к осознанию этого закона, спросят люди, которым свойственно руководствоваться не столько своим разумом, сколько общим мнением. Ответ на этот вопрос в том, что все нравственные движения человечества, составляющие основу всякого движения, совершаются всегда медленно, но что признак настоящего движения, не случайного, есть его безостановочность и постоянное его ускорение. И таково движение – вегетарианство. Движение это, выраженное во всех мыслях писателей по этому предмету и в самой жизни человечества, все больше и больше переходящего бессознательно от мясоедения к растительной пище и сознательно проявившимся с особенной силой и принимающим все больше и больше размеры движения вегетарианства. Движение это идет последние 10 лет, все убыстряясь и убыстряясь, все больше и больше с каждым годом является книг и журналов, издающихся по этому предмету, все больше и больше встречается людей, отказывающихся от мясной пищи, и за границей с каждым годом, особенно в Германии, Англии и Америке, увеличивается число вегетарианских гостиниц и трактиров. Движение это, вегетарианское, должно быть особенно радостно для людей, живущих стремлением к осуществлению Царства Божьего на земле, не потому что само вегетарианство есть важный шаг к этому царству, а потому что оно служит признаком того, что стремление к трастенному совершенствованию человеку серьезно и искренне, так как оно приняло свойственный ему неизменный порядок, начинающийся с первой ступени. Субтитры создавал DimaTorzok